Поэтому здесь вот этот момент нужно иметь обязательно учитывать. У меня ещё вопрос. Вы сейчас сказали про то, что это новое отношение с земля, правильно? Тогда можно посмотреть, может быть в ответствии, то есть человек потянуть или не потянуть. А если уже есть отношения, есть уже семейные отношения, и, например, кто-то из них быстрее растёт, двигается, то как можно другому человеку помочь подняться, то есть помочь выйти на тот же уровень? И хотя бы пусть там вместе идти, да? Спасибо. Ребята, важный момент, пожалуйста. Значит, смотрите, Зеродич, очень хорошо, что это важный момент. Когда пара встречается, пара встречается, и вот тот уровень отношений, я называю субординация, которая у вас была на тот момент, когда вы встречались, субординация что имеется в виду? Например, уровень финансового, какие-то важные такие жизненные ценности? Финансового дохода, здоровье, популярность, известность и так далее. Субординация должна сохраняться, должна сохраняться на всё протяжение жизни. Либо же ждите, когда готовьтесь к испытаниям. Если субординация где-то будет нарушена, ждите испытания. Что это значит? Примет какой? Если мы когда встречались, мужчина был бригадиром, а женщина была там, доятка пустой, он зарабатывал 10 тысяч долларов, она зарабатывала 1000 долларов, было всё банно. Всё хорошо. И не были хорошие отношения. Они поженились, и она стала директором завода, а он остался бригадиром. Она заработает 200 тысяч долларов, он так катался на своих 100 тысяч. Ждите проблем, ждите проблем. Здесь эта роль важна у мужчины, потому что мужчина лидер семьи, капитан корабля. Поэтому от него зависит, насколько я управляю тебя от процесса. Я должен быть тем инициатором, который инициирует развитие. В сегодняшний эпоху, к сожалению, мы видим правила женщины более активные во всём. Не знаю почему, потому что мужчина работает много. Но национальность у нас большая также есть. Но мужчины должны об этом помнить. То есть мы не должны осубординация должна нарушаться. Ждите проблем. Если у меня жена догнала по финансам, по статусу, по всем вопросам, которые для нас жизненно важны, ждите проблем. Приждите проблем. Приждите никаких проблем. Три раза говорим то, что очень важно. Подсознатель идёт. Поэтому... И также помним то, что назначение. Опять возвращаемся к назначению. Что назначение мужчины – это быть лидером. Это цель. Я знаю, куда я иду. Цель. Я капитан корабля. Я капитан корабля. Мне нужна достойная помощь. Я готов создать ей все условия, чтобы ты была моим помощником. Пожалуйста, расслужьте, исполняй свои обязанности. Такой важный момент. Окей. Щеки опросы больно. Хорошо. Так, хорошо. Итак, мы теперь имеем Адамский. Супер. Мы всё выраживались. Мы готовы идти вперёд. Мы освободились от прошлого. Мы сделали выводы. Мы научились новым качествам. Теперь, зная, каким я хочу быть идеальной мужчиной. Чтобы найти идеальную женщину. Окей. Я теперь составил свой набор. Какие качества я хочу видеть в женщине. Замечательно. И теперь что? Начинается процесс у меня. Что-то ещё упустили? У меня есть всё, что я хочу. Я развил себе качество, которое я должен иметь. Чтобы притянуть соответствующего партнёра. Да? Я вижу картинку. Список. Качеств, которые я хочу в этом партнёре иметь. Что-то ещё? Включайте мозги, включайте. Дайте себе позицию, что вы уже какое-то выбираете. Да? Да. Всё. Всё. Всё, да. И так теперь наступит период. Мы начинаем действовать. Мы начинаем действовать. Окей. Мы выходим на партнёры и говорим I am single now. After 10 years we married. Oh my god. I am so happy now. А чё? То есть это Kim Relief, да? После того, когда ты открыл в несчастных отношениях. Ну всё. Теперь я начну с нуля. Классно. Лишь бы не ошибиться. Да. Очень важный момент. И здесь вот дайте себе шанс. Классный шанс, чтобы вот уже я сделал. Уже основательно. Здесь 7 раз отмеряю один раз отрежь. И когда у меня есть, вот у меня здесь на руках все вот эта структура и все понимания, как оно должно быть, тогда у меня шансов того, что я ошибусь намного меньше. Окей. Мы подошли с вами к этапам развития отношений с этим списочком. Мы начинаем выходить на маркетинг и говорим I am free. Окей. Я начинаю знакомиться. Да? Я начинаю знакомиться. Кто есть на маркете? Как я начинаю знакомиться? Как я начинаю знакомиться? Как я знакомилась? Как я знакомилась? Мы засунулись на... ...компанию учебных людей. Отлично. Хорошая идея, да? Мы понимаем все. То есть мы начинаем знакомиться. Мы начинаем знакомиться. И как где мы знакомимся? Мы ходим в те места. Опять же, сходим с того списочка. Какие качества я хочу иметь в своем партнере. Если я хочу, чтобы у меня была спортсменка. Духовная девочка. Начинаю там, где я занимаюсь спортом. И еще и духовностью. Да? Еще и духовная. В библиотеку. В библиотеку. В консерваторию. В театр. И так далее. Соответствующие места, где подобные кандидаты могут находиться. Я знакомился. Итак, я знакомился. Прежде чем начать процесс. Распределиваю 8 месяцев. Да? Как вы думаете? Я могу быть в процессе знакомства, выбора. Могу, в принципе, и годами же быть. Год и летят. А я все выбираю, выбираю. Как бы дальше выбрать. И сегодня я просто берусь. Да? Нужно себя ограничить временными отрезками. Есть какие-то гармоничные, разумные временные отрезки. Ну, есть какие-то экстренные. Допустим, если я там капитан корабля. И я там два раза в году появляюсь на суше. В общем-то, мне потом следующий вернусь аж через год. Мне около года есть, чтобы мне решить этот вопрос. Там каждого, то есть, свои периоды. Есть какие-то разумные периоды, когда вы должны позволить себе решить свои семейные вопросы. Да? Как вы думаете, какое самое оптимальное время, вот я только вышел на Мак, и сколько мне нужно времени, чтобы вступить от иода знакомства уже до шуниния? Сколько времени нужно? Год и минуты. Год. Окей. Пауки еще другие представления? Ну, может, и мыши, а что-то другого. Год. 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 друг друга более подробно. Итак, знакомиться, выбираем, кому не знаю, 10-15, каждый себе сам выбирает, но смотри с того, что потом выбрали такое количество людей, которым он будет по вашей энергии, по вашим силам, где работают, сколько мне свободного времени, да, помните, вы не можете годами друг друга изучать. Вообще нужно интенсивно, нужно активно это делать, не время определяет, а качество общения определяет, да, качество, как мы общаемся, друг друга познаем, для того, чтобы процесс прошел. Итак, мы столько, когда мы познакомились, тысяч человек, да, оптимальных выделений. Из этих 10 человек я уже выбираю более детально, более близко общаюсь, на предмет совпадения. И сначала, скажем, я просто оцениваю там по внешнему какие-то качества, по голосу и так далее, да, не обникая в глупо, но человеку неинтересно, ну, можно с вас сюда пообщаться более подробно, знать, где он учится, какое-нибудь образование, в следующей жизни, да. И в этот списочек я поставил. В этих 10 я выбираю 3 человека. Уже идет процесс выбора. Не стесняться, очень важно, не нужно стесняться здесь выбирать. Нельзя первый павшийся там, или чувствовать, что я еще не выбрал. Вот если хочется вот еще, вот может быть у вашего человека как раз, если мужчина не проявляет интерес активно, значит может он сомневается еще. И вам нужно отсомневаться, то есть вам нужно следить, нам нужно всем отсомневаться. Если у меня есть сомнения, что тот человек, с которым я сегодня, как бы так, в отношениях, что он самая лучшая партия для меня, значит вы еще не прошли процесс сомнения. Сомнения. Очень важный вопрос. Этот вопрос, кстати, всплывает очень часто, когда пара семейных уже создали соотношения. Даже женатые, да, пример там простой, там Маша думает, ой, пора замуж от выходить. Так, годы поджимает, понимаешь, что он уже старирует. И вот тут Маська будет за мной ходить. Ну что, дело продолжаем, не улыбается мне. Ну что, ладно, выйду замуж за него. Вышла замуж. Да? И сейчас отрывает, да? Девушка, да? Время нажимает. Разные причины. А потом сидит и думает, окей, ну, оторвалась, захотела, да, колечко получила, и ночью, да, свадьбу. А что дальше? Где счастье? Ну да, ум ударается, статус повеса. А чувства-то не наполнились, содержания нет. Поэтому очень важно пройти период сомнения. Сомнения. Чтобы явно сомневался, что я четко. Это очень важно. Не стесняйтесь. Дайте себе возможность, что девушки, что мальчики, общаться с другими кандидатами. Общаться с другими кандидатами. Когда я говорю, общаться, не имеется в виду, друзья, не имеется в виду близко общаться сексуально, естественно. Понимаете, да? По имиду разгония рита, телегония. Я помню, что каждое чувственное ослаждение, во-первых, сразу экология, предупреждение. На всех этих этапах, которые мне рассказывают, я рекомендую не вступать в близкие сексуальные отношения. Просто если мы вступили в близкие сексуальные отношения, понимаете, что с нами случилось. Мозги запамерились, запамерчились, розовые очки, я уже ничего не вижу, гормоны играют. Я, соответственно, не могу объективно оценить ни себя, ни партнера. Все классно, все замечательно, очки. Ну, секс-то это вторая чека, это же сильнейшая энергия, друзья. Куда деваться? Сердце нельзя открывать то же самое? На периоде до помолвки мы не открываем, мы не открываем сердце. Почему? Потому что все эти периоды, вообще-то идеально считается, до того, когда коричка нету, чтобы я, чтобы я экологично, я могу выйти на любом периоде этого, до свадьбы, я могу экологично выйти. И должна экологично. Что значит экологично? Чтобы я потом не проходила 5-10 лет от чистки, мойки и так далее, от прошлых отношений. Потому что если я побыла, открылась, влепилась, сердце дала, чувство дала, особенно женщины это любят, уже все умой, понимаешь. Все здесь контролируется, автоматически не может быть, все здесь. Мы контролируем все здесь. Это голова, все ум наш, все ум, да? Это, ребята, возьмите, мы сейчас этот вопрос более подробно расскажем, как это с этим расправляться. Это серьезная штука, тяжелая штука, как я понимаю, очень честная зависимость. Но если вы не хотите потом с этим проходить этапы очистки опять, да, очистка от отвлекания, забывания, быть здесь и сейчас, это очень серьезная вещь. Как только мы вступили в чувственные отношения, мы залитны. Очень серьезно. Очень серьезно. Смотрите, поэтому почему считается, что все этапы знакомства до того, как мы поженились, когда официально, мы не должны улипать. Почему? Потому что это процесс еще идет подготовительный. Я еще не знаю, я могу выйти, сколько раз бывало даже, или вон, мирские люди, которые у нас уже под алтарем, в платье, в костюме, все классно, там все, гостей куча, невеста убегает, или он убегает. Не готовы. А теперь надо будет дальше. Они уже жили вместе, у них уже присутствуют отношения, да, там годик-два. Сколько они будут теперь мучиться, чтобы очиститься, и быть чистеньким, и прийти в новые отношения. Вот, I'm free, I'm clear now. I'm clear. Так, а после помолвыша открывается сердце и тоже не тумарантию, что оно пойдет дальше? Должно быть только идеально, а не идеально. Должно быть после того, когда I do нас соединили, мы теперь мучим, что надо. И это вы имеете в виду только официально? Смотри, по поводу официально-неофициально, смотри. По поводу официально-неофициально. Самая сильная обязанность, которую мы берем на себя, это перед Господом. А как это может быть? Нам не нужны там веера, церкви, храмы. Когда мы друг к другу садимся и говорим, что я готов быть с тобой на всю оставшую жизнь, и введей в радости и в богатство и в бедности, I don't do this as a part, 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 я произношу ее к себе, к тебе. Мы связались. Вот это самое важное. Ну, по традициям, в медическом учреждении, ну, там, внести в рукостатур, три разумные, ну, какие-то должны быть обряды, которые на медицинскую всегда, благословение получить и так далее. Не обязательно имеется в виду, что колечко имеется в виду формальность, имеется в виду здесь. Здесь вот это должно быть. Вот это понимание, что я беру на себя обязательства, а не просто колечко на деле. Само колечко ничего не говорит, имеется в виду обязательства. Показателем того, что я готов выйти и жениться, а самое первое должно быть я, myself, не inside, и тем, чтобы не было таких, когда убегают со свадьбы, уже с алтаря, я должен прочутать глубоко в душе и сказать себе, что Аминь. Я готов быть с этим человеком. И в идее в радости во всех сложных ситуациях. Особенно в сложных, потому что когда все хорошо, это калява, но когда сложности, да, стресс, тогда ветер дует, ураган, зимотрясение, тогда наше здание проверяется, если оно будет нахлепко. Так же наши отношения. Если я весь и все понимаю, что, скажем, моя женщина будет толстая, некрасивая, посидеет еще раз что-то, да, и будет больная, может быть. И я все равно буду с ней, готовый с ней. И я это могу себе сказать здесь от сердца и глубоко. Вот это для меня показатель личного, для меня показатель, что я готов быть с этим человеком, взять ответственность. Взять ответственность на себя. Но если я думаю, тем неестно, то классно там. Ой, супер-классно, 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 у нас хорошие отношения, такая классная постель, и мы так будем заниматься. Любовь, супер-классно. Насколько это. Очень глубоко. А чтобы к этому ощущению прийти, мы должны быть здесь хотя бы, на сердце. Если у нас отношения только на первых трех чакрах, вместе выжить, там будет род, защищаться. Когда стресс, сложности, когда не будет финансов, когда будут проблемы со здоровьем, или сексом не будет, то считайте, что здесь уже проблемы будут. Если здесь строятся отношения на тех трех чакрах, первых базовых. Внешность, чувственность и финансовые доходы. Если на этих чакрах строятся отношения, посчитайте, когда какая-то из них полетит, она, естественно, объединяется. Здоровье наше не веще такое молодое и красивое. Секс, естественно, не будет такой, какой он будет всегда. Два года максимум, может три. Окей. Естественно, финансы также варьируются. У нас они вот так идут вверх, вниз, вверх, вниз. Почему? В Америке особенно четко было видно, когда кризисы наступали финансовые, проценты развода сразу скайрайзинг. Вот такое сделано. Очимительно. Просто очимительно. Поэтому мотайте на ус. На чем я строю отношения? Если у меня на этих первых чакрах, то ждите ситуации. Почему говорится, что гармоничные отношения будут? Тогда, когда есть хотя бы одна духовная чакра. И духовная чакра начинается с сердечкой. Сердечное. Когда есть что-то сердечное. Когда я... Это милость, это сострадание. Когда я могу заботиться о этом человечке, даже что старенький стал, тряхненький там, заболел, там без зубы. Но я люблю его. Я люблю его не тут, не тут. Не тут, не за деньги, не за секс. Не за то, что он красивый человек, а за то, что он душа. Вот когда я вот это прочувствую, глубоко здесь, очень глубоко. Когда я могу сказать себе, I do, что я готовый с этим человеком на всю оставшуюся жизнь. Это та клятва, которую каждый из нас должен дать себе сам. Перед тем, как сказать, что дать себе, сделать предложение или согласиться выйти замуж. Здесь очень глубоко. Потому что душу свою не обманешь. Вот это самое первое, которое кажется, что каждый из нас, когда мы прошли все эти этапы, мы сейчас не очень вернёмся, я должен это чувствовать очень-очень глубоко. иначе будет фиаско. Поэтому, понимая то, что я, вот эти построения отношений на первых трёх шаграх, на деньги, на теле и на сексе, они долго не идут, я должен, соответственно, развивать отношения. Нет? Ещё? Напорно. Нет? Сердце. Сердце. Или пятая чека творчества. Да? Вообще творчество, общение, коммуникацию, что очень важно. Женщины хотят, чтобы они общались. Это всё. Это не очень. Третий глава.